На встрече с жителями Ленинского района по разъяснениям изменений порядка транспортного обслуживания льготных категорий граждан присутствовали представители правительства Московской области. Вёл эту встречу глава района Олег Хромов. Мы постараемся прислушать всех, кто изъявил желание конструктивно именно подискутировать на эту тему. По данным областного министерства социальной защиты населения, транспортные льготы имеют свыше 2 миллионов жителей Подмосковья. Из них 400 тысяч человек предпочитают льготу деньгами. Остальные 1 миллион 700 тысяч пользуются социальной картой Московской области с транспортным приложением. Более 500 тысяч держателей социальных карт имеют статус федеральных льготников, на которых областное законодательство не распространяется. Все они будут продолжать ездить по Москве бесплатно. Речь идёт о законе, который регламентирует предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям населения Московской области. Но в этом законе всегда было написано, что проезд по территории Московской области. Там никогда не было закреплено проезда по городу Москва. Проезд по городу Москва осуществлялся по соглашению между Субъектом Федерации города Москва и Субъектом Федерации Московской области. На социальную поддержку подмосковных льготных граждан по проезду на общественном транспорте из бюджета Московской области ежегодно расходуется более 13 миллиардов рублей в год. В том числе 3,8 миллиарда рублей на проезд по территории по городу Москва. В результате оптимизации расходов ожидается появление дополнительных средств свыше 2 миллиардов рублей. По предложению губернатора экономия будет направлена на социальные нужды Подмосковья. Сегодня появляется возможность за счёт вот этих ситуаций профинансировать, во-первых, школу. Потому что у нас на сегодня 4 или 5 школ есть, где нет даже централизованной канализации. Но это же недопустимо у нас. По новому закону те граждане, которым будет отменена льгота, смогут получить компенсацию при условии дохода ниже прожиточного уровня. Льготным проездом по Москве с 1 августа не будут пользоваться ветераны труда, ветераны военной службы, пенсионеры без льготного статуса. Что же касается в пределах области, всё остаётся по-прежнему. До конечного маршрута транспорта общего пользования, в том числе электричек, например, до Павелецкого вокзала, проезжаете бесплатно. Как вы проезжали до метро Томаденовского бесплатно на транспорте общего пользования и возвращались обратно? Для вас ничего не меняется. В дискуссиях и спорах рождается истина. Новый закон требует коррекции. Что и высказали присутствующие на круглом столе жители.